Также участникам и гостям форума в Санкт-Петербурге представили проект Крымского моста. Сделали это необычным образом с помощью специальной компьютерной программы. Посетители смогли виртуально пролететь над мостом и оценить масштабы его строительства. Уже готовый Крымский мост с высоты птичьего полета. Благодаря виртуальному туру участники Питерского форума смогли увидеть, каким станет самый масштабный строительный проект России уже в ближайшее время. Даже закружилась голова и было ощущение, что я действительно где-то под мостом, где-то падаю в воду. Очень приятно было видеть все эти картинки. Так грандиозный проект, прежде всего сам по себе мост. Грандиозный. Очки виртуальной реальности, монитор, рычаги управления в импровизированной кабине вертолета. Все для того, чтобы почувствовать себя настоящим пилотом. Сделано фантастически. Полное погружение. Действительно ощущение полета. Очень красивая презентация. Честно говоря, мне кажется, невозможно лучше представить Крымский мост. Теперь хочется, чтобы побыстрее. Он был именно в таком состоянии, в котором он представлен здесь. Проект впечатлил даже опытных пилотов. Алексей неоднократно летал на самолете и прыгал с парашютом. В интернете хочется чувствовать, как и был настоящий полет. Очень интересно посмотреть 3D-модель самого моста, потому что вокруг очень много информации, но все так достаточно отрывками и не до конца понятно, о чем действительно идет речь. А в данной модели абсолютно четко представлено. Сейчас строительные работы ведутся на восьми морских и сухопутных участках. Их показали на трехмерном видео в формате 360 градусов. К слову, мост через Керченский пролив длиной 19 километров станет самым протяженным в России. Анжелика Завгородняя, Время новостей, Санкт-Петербург.